нажмите там что-нибудь кто смотрит слышно или нет я подготовила классный материал потому что у нас тут творится черти что на данный момент в мире и мы будем значит сейчас вами рассматривать что у нас тут происходит так ну начнем пожалуй вот с этого смотрите я первый раз стремлю живую просто ситуация как бы очень такая скажем не очень хорошая поэтому сейчас я хочу убедиться что все показывает нормально я сегодня очень много смотрела новостей слушала там все что наши техасские власти выступают что говорят и как бы информация с двух сторон идет в общем посмотрим что мы решим на эту тему будет это совсем плохо или будет просто театр какой-то потом все это наладится как бы обратно так ну значит смотрите начнем с чего начнем вот с этого видео вы наверное его видели уже так сейчас я его открою секунду хочу убедиться что в экран все влазит как полагается но я думаю что нормально будет дайте мне как грится кредит потому что первый раз стримлю записывать ролики это одно а стримить первый раз это другое надо опыта набраться как все влазит в программу значит смотрите вот это вот ролик сейчас я вам покажу как бы события которые сейчас техасе происходят с тем что мы видим в этом ролике значит вышел этот ролик перед новым годом называется гражданская война как ролик вышел трейлер вышел то есть фильм называется гражданская война его уже сняли он выходит в кинотеатрах в апреле то есть вы знаете как работает это дело это обычно называется преддиктив программе да то есть как как окна овертона когда они вам показывают что планируется помните вот перед к видам очень много было разного рода фильмов про эпидемии то была эпидемия такая то педемия сякая вот это вот куча было всяких разных эпидемий сколько там то про зомби какие-то то еще что то а то значит выходит ни с того ни с сего фильм который называется гражданская война да как говорится здравствуйте я ваша тетя вот я на русский перевела извините еще кашля простыла так и вот мы сейчас его посмотрим то есть вышел пока что трейлер его уже все показали об этом говорили перед новым годом к чему этот фильм снимают вообще вот к чему снимают фильм про гражданскую войну ну нормальные вообще никогда не снимали вдруг на тебе сейчас мы посмотрим этот трейлер и как бы начнем прикладывать события того что они нам пытались предсказать как бы да в преддиктив программинг тому что на самом деле значит там сейчас мы видим наблюдаем и так смотрят штатов отделились армия соединенных штатов наращивает активность белый дом направил предупреждение западным силам а также флоридскому альянсу трехлетний президент заверяет что восстание будет быстро подавлено дайте мне знать если захотите что-нибудь примерить а вы ребята в курсе что по всей америке идет довольно масштабная гражданская война мы просто стараемся держаться подальше судя потому что если слышно хорошо поставьте пожалуйста плюсик потому что как я сказала стримлю первый раз не знаю вы слышите или не слышите если слышно то поставьте плюсики ребята хоть вас там мало но хоть кто-нибудь дайте мне знать что вам слышно если плохо я постараюсь как-то громкость добавить итак смотрим кажется что это к лучшему даже отлично значит давайте тогда даже сначала чтобы я не прерывалась я раз уже знаю что слышно хорошо начинам значит фильм сняла студия 824 это такая альтернативная студия они странные какие-то очень странные фильмы выпускают но тем не менее смотрим штатов отделились армия соединенных штатов наращивает активность белый дом направил предупреждение западным силам а также флоридскому альянску трехлетний президент заверяет что восстание будет быстро подавлено дайте мне знать если захотите что-нибудь примерить а вы ребята в курсе что по всей америке идет довольно масштабная гражданская война мы просто стараемся держаться подальше судя потому что мы видим в новостях кажется что это к лучшему граждане америки так называемые западные силы из техаса и калифорнии двигаются вперед они потерпели очень серьезное поражение от вооруженных сил соединенных штатов господин президент сожалеете ли вы нанесение авиаударов по американским гражданам бегите сегодня они переезжают в округ колумбия нам нужно спуститься туда в столице они расстреливают журналистов на месте все мои инстинкты подсказывают что это смерть затопите его каждый раз когда я выживала в зоне боевых действий мне казалось что я посылаю домой предупреждение не делайте этого но вот мы здесь здесь какое-то недоразумение что именно мы американцы ясно хорошо а вы какой американец вы не знаете западные войска достигнут белого дома 4 июля о боже мой садитесь в машину садитесь в машину двигайтесь 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 вам придется держаться сзади я не собираюсь сидеть сложа руки единая нация под властью бога неделима со свободой и справедливостью для всех идите 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 боже благослови америку позитивно да но тут они говорят что начнется этот трейлер весной 24 апреля это будет этот трейлер вот то есть фильме показано что техас и калифорния они значит вместе пошли воевать против вашингтона это знаете как и для того чтобы показать людям что типа ну это же фикция дань как это вот техас может с калифорнией объединиться это же не может этого быть это вот бред полнейший вот народ как бы но тем не менее многие наши конспирологи многие блогеры как бы сразу обратили внимание на этот трейлер и сказали к чему вот это вот вообще разговор про и там значит техас да вот я смотрю значит всякие разные другие новости там разговор идет о том что насколько это все делается для почему на сейчас да вот почему сейчас техас это делает то есть три года уже через границу проходят массовые потоки мигрантов вот и сейчас вам покажу сколько людей прется и никогда никого не волновало и тут вдруг ни с всего этот наш губернатор техаса говорит давайте-ка мы начнем забор значит ставить с этим проволок из проволоки а до этого что ты не ставил а потому что в этом году выборы идут и тут как мы видим что трамп по полной программе начинает выигрывать да то есть он один штат выиграл второй штат выиграл вот то есть они уже так пытались остановить и себя пытались остановить но если начнутся беспорядки стране то чем это обернется это обернется тем что они ведут маршал ло маршал ло это соответственно военные ну военное положение грубо говоря если будет военное положение то Ну всё, никаких выборов не будет. И вот это вот фильмы, когда они все вот такие делают. Вы видели, как там в фильме было написано? «Все империи падают, распадаются». Там в конце трейлера написано большими буквами «All empires fall». То есть все империи распадаются. И потом написано, что Техас, гражданская война. То есть о чём идёт речь? Это они уже начинают нам в голову вставлять в том, что такое может быть. Если до этого даже люди такое подумать не могли, что вообще какая-то гражданская война может быть. А тут, бэм, ну вроде как уже и можно. Вроде не бойтесь, это будет неожиданность для вас. Об этом уже как бы разговаривают. Вот смотрите, что теперь происходит у нас в Техасе. Смотрите. У нас конвой пошёл. Это верно. Мы собираемся ознакомиться с последними новостями о продолжающихся усилиях техасских патриотов по обеспечению безопасности нашей южной границы и о том, что происходит. Это означает движение вперёд в 2024 год. Приветствую всех. Это я, доктор Стив, ваш покровитель-профессор, который здесь, чтобы помочь вам лучше мыслить, чтобы вы могли чувствовать себя лучше в этих сумасшедших и неспокойные времена. Так что если вы ещё этого не сделали, вы знаете, что делать. Не забудьте нажать на кнопку... Ну, мы тут подписку берём. ...суд решения о том, что администрация Байдена действительно имела право убрать колючую проволоку, которая служила барьером для множества нелегальных мигрантов, пересекающих нашу южную границу, было довольно ошеломляющим решением именно потому, что действующее решение не позволяет... Так, секундочку. Тут я хочу добавить кое-что. Значит, смотрите. Во-первых, как бы они настраивают людей друг против друга. То, что подали в Верховный суд жалобу из Техаса, что мы забор этот строим из проволоки, а федеральная, значит, патруль его отрезает. То есть как бы справедливость стоит на стороне Техаса, правильно? Все же понимают, что Техас должен защитить нас от этого потока нелегальных иммигрантов. Люди нормальные, они душой и по справедливости, по всем моральным канонам, они с Техасом. И тут администрация Байдена подает в Верховный суд протест и говорит, что вы должны заставить Техас уйти, и федералы придут и отрежут этот забор и запустят нелегалов. То есть понимаете, какое они создают в обществе волну протеста. То есть народ, который говорит, это что такое? И Верховный суд вот этим решением, что он разрешает федеральному правительству выгнать техасских национальную гвардию и забор этот отрезать и запускать нелегалов, таким путем они как бы показывают, что они плюют на Конституцию. Потому что в Конституции четко сказано, что федеральное правительство должно защищать границы штатов. То есть каждый штат – это как отдельная страна, как отдельная республика. У них у каждого есть парламент и Конституция. И они объединились в федерацию на основании того, на условии того, что федеральное правительство защищает каждый штат. Тут, значит, в Техас лезут тысячи нелегалов, миллионы уже, а федеральное правительство ничего не делает. И Верховный суд ведет, значит, на поводу у Байдена вместо Техаса. То есть это вот уже сразу, понимаете, вызывается волна протеста. Причем Эмми Берретт, это судья, которую Трамп назначил, Верховный суд назначил, ее Трамп назначил. Консервативная мамаша с пятью детьми. И она голосует за то, чтобы, ну, стала на сторону Байдена, и против Техаса. Ну, то есть это просто вообще какой-то дурдом. Ну, что, смотрим, что тут говорят американцы по этому поводу. Продолжается и по сей день. Как мы сообщали вчера в постановлении пять против четырех с обычным переходом Робертса и Баррета на сторону скамьи подсудимых, на сторону сумасшедших либералов. Барретт и Робертс, это два судей, которые перешли. Действительно имела право убрать колючую проволоку, которая служила барьером для множества нелегальных мигрантов, пересекающих нашу южную границу, было довольно ошеломляющим решением именно потому, что действующее решение не позволяет Техасу обеспечивать соблюдение закона, в то же время позволяя администрации Байдена нарушать закон. Однако почти сразу после того, как решение было вынесено, чиновники штата Техас по сути сказали Верховному суду, чтобы он его отложил. Видео с Иглпасс показывает, что Национальная гвардия Техаса действительно игнорирует решение Верховного суда, устанавливая больше колючей проволоки и заграждений в парке Шелби. И даже телеканал Fox News сообщает, что техасские военные отказываются подчиняться этому решению. Взгляните сами. А теперь мы действительно хотим поговорить о решении Верховного суда, которое было принято всего несколько дней назад, и которое дает законные полномочия пограничному патрулю перерезать проволоку здесь, в Шелби-парке. На данный момент ни один провод не был перерезан. Это потому, что Национальная гвардия Техаса по-прежнему контролирует парк Шелби, а пограничному патрулю запрещено входить в парк, чтобы перерезать этот провод. Я поговорила с официальными лицами о том, как решение Верховного суда на самом деле повлияет на то, как Техас защищает границу. Послушайте внимательно. Мы по-прежнему собираемся ограничить доступ в парк Шелби. Мы по-прежнему собираемся построить дополнительную инфраструктуру вдоль реки. Именно этим сейчас занимается Национальная гвардия. В настоящее время у нас будут дополнительные заграждения на границе с Константино, укрепляя эти районы, чтобы мы могли предотвращать любые незаконные пересечения границы. И вы смотрите на реку Рио-Гранде, где управление водного хозяйства фактически повышает уровень воды на плотине Амистад вверх по реке, выпуская больше воды из-за недавних сильных дождей. Просто напоминаю тем мигрантам, которые пересекают границу, что они все еще преодолевают опасное течение этой реки. Остается открытым вопрос, должен ли пограничный патруль войти и перерезать проволоку. Сможет ли Национальная гвардия Техаса? Так что, как вы можете видеть, здесь все по-настоящему. Техасские чиновники больше не шутят, и похоже у них нет времени выслушивать глупую чепуху, доносящуюся с высоких судебных башен. Губернатор Техаса Грэг Эбботт выступает против решения суда, обещая, что силы Техаса продолжат свои постоянные усилия по пресечению волны насилия. Незаконное пересечение границы, которое администрация Байдена отказывается обеспечить. На самом деле Эбботт написал в Твиттере, что Национальная гвардия Техаса действительно удерживала оборону в Иглспас, несмотря на решение Верховного суда. И Илон Маск ретветнул заявление в Ботта простым подтверждением, хорошо. Хорошо. И я думаю, что Маск говорит от имени всех нас. Безусловно, подавляющее большинство населения страны, которое столкнулось с тем, что неуклюжая администрация Байдена намеренно отказалась от своих обязанностей по обеспечению правопорядка на южной границе. И теперь эта поддержка правоохранительных органов Техаса вот-вот станет намного больше, намного громче и в целом намного шире. Подождите, пока вы не увидите, что движется к границе с Техасом. Это определенно сделает ваш день незабываемым. Но, во-первых, как многие из вас знают, Гринчи из Гугл полностью демонетизировали этот канал. Так что не забудьте перейти по ссылке ниже и поддержать нашего замечательного... Да, не забудьте поставить лайк и Юле тоже. Так, ладно, сейчас мы его к рекламу перекинем. Так. Вот какая глина... А, вот, вот, начинается. Все, сейчас посмотрим. Вы не будете разочарованы. Нажмите на ссылку ниже прямо сейчас. Сообщается, что огромная колонна дальнобойщиков направляется к южной границе в ответ на то, что Национальная гвардия Техаса проигнорировала решение Верховного суда. Представитель штата Техас Китселф объявил, что дальнобойщики проведут демонстрацию вдоль нескольких маршрутов вдоль южной границы в знак протеста как против умышленного отречения администрации Байдена от правоприменительной деятельности, а также соблюдения Верховным судом этого решения об отречении от престола. Многодневная автоколонна дальнобойщиков «Верни нашу границу обратно» пройдет с 29 января по 3 февраля, и маршруты для дальнобойщиков будут включать три остановки. Одну в Игл-Пас, штат Техас, одну в Юме, штат Аризона, и одну в Сан-Исидро в Калифорнии. Теперь очевидно, что объявление о колонне дальнобойщиков в свете недавнего решения суда вызывает сравнение с тем, что произошло в Оттаве два года назад с колонной свободы. Как вы, возможно, знаете, федеральный судья только что постановил, что использование Трюдо чрезвычайных полномочий для разгона демонстрации дальнобойщиков было незаконным. Действительно, это неразумно, неоправданно и в конечном счете противоречит Конституции. Как вы знаете, тиран Трюдо использовал чрезвычайные полномочия для расправы с мирными протестующими, которые закрыли Оттаву таким образом, сравнимо с тем, как протестующие Балм закрыли Оттаву всего за несколько месяцев до этого. Трюдо похвалил протестующих Балм, хотя и жестоко обошелся с дальнобойщиками, некоторые из которых, как только что сообщил Такер Карлсон, до сих пор находятся в канадской тюрьме. И предполагается, что мы должны быть сторонниками авторитаризма? Я имею в виду, что это выходит за рамки Аруэлловского. Но сейчас хорошая новость во всем этом и в том, что происходит в Техасе, заключается в том, что это действительно похоже на настоящее пробуждение. Не только среди людей, но и среди политических сил, особенно среди техасских чиновников. Мы часто говорим на этом канале о росте так называемых штатов-убежищ. И нет, я не говорю о самых голубых городах-убежищах, которые на самом деле принимают нелегальных мигрантов и предоставляют им приют. Я говорю о темно-красных штатах, которые возводят административные и юридические барьеры между своими гражданами и недееспособными сумасшедшими, которые управляют Вашингтоном, округ Колумбия. Вырос из-за роста числа заповедников по второй поправке, где округа предоставляют безопасные убежища владельцам оружия. А сотрудники правоохранительных органов обещают защищать, а не нарушать их права по второй поправке. Этот статус убежища теперь распространяется практически на все, что угодно. Запрет на участие трансгендерных спортсменов в женских видах спорта, запрет на использование электронно-лучевой терапии в классах, запрет на использование вакс-мандатов и масок, запрет на использование цифровых валют центральными банками в их штатах. Выпуск за выпуском мы наблюдаем, как красные штаты поднимаются до тех пор, пока уроды в нашем федеральном правительстве не проявят себя в своей лучшей манере Гэндальфа, верно? Молодец он тут, что сказал уроды в нашем правительстве. Я присоединяюсь. Ваша абсурдная политика здесь не приветствуется. И то, что мы видим, как чиновники Техаса применяют стратегию штата Красное Светилище к своей собственной южной границе. Они восстают и недвусмысленно заявляют, что больше не позволит умышленной некомпетентности администрации Байдена на южной границе нарушать суверенитет их штата. Так давайте же всеми возможными способами убедимся, что мы поддерживаем Техас, который держит оборону. И будем молиться, чтобы эта колонна дальнобойщиков, пребывающая в поддержку техасских чиновников, была только началом. Но первая банда, как многие из вас знают, к сожалению, мы были полностью демонизированы, что подвергает наше ежедневное общение друг с другом риску, как никогда раньше. Сейчас мы активно работаем над решением этой проблемы, так, ну и там мы не будем уже слушать его проблемы, мы про проблемы и так знаем. Значит, это как бы мы одно посмотрели. Значит, теперь смотрим, что там на самом деле происходит на границе. Грег Эббот отказывается передать контроль над границей с Техасом федеральным чиновникам, заявляя, что штат не предоставит федеральным агентам доступ в парк Шелби сегодня, что игнорирует крайний срок установленной администрацией Байдена. То есть сегодня. Вместо этого Аба устанавливает еще больше колючей проволоки следуя приказу Верховного Суда федеральным агентам убрать ее. Техас получает поддержку от 25 губернаторов-республиканцев, которые поддерживают пограничные действия губернатора Эббота, обвиняя администрацию в кризисе. Бывший президент Трамп хочет сделать еще один шаг вперед. Кроме того, он призывает штаты направить войска национальной гвардии в Техас для предотвращения незаконного пересечения. То есть вы понимаете, что происходит? Трамп огромную имеет силу и влияние на республиканцев. Огромную. И он со своей платформы, да, он уже как бы берет и призывает другие штаты посылать национальную гвардию туда, в Техас. То есть этот ролик, который мы с вами смотрели вначале про гражданскую войну в Америке, что это еще, как это еще назвать? То есть, ну опять-таки, почему это происходит? То ли вдруг сознательный такой Техас стал, который три года запускал нелегалов, запустили уже 12 миллионов, и то вдруг такой сознательный стал. То ли это потому, что идут сейчас выборы в этом году, и просто они не хотят допустить эти выборы. Давайте вот посмотрим разную информацию, попробуем отсюда сделать выводы, что у нас происходит. Ну Трамп уже призывает людей туда отправлять. Девочки, мальчики, у кого в Штатах, если у вас есть деньги, я вам покажу там одно видео. Если начнется какие-то военные вот такие вот все-таки столкновения на границе, то народ побежит в банки доставать деньги. Поэтому, чтобы вы потом не остались у пустого корыта, я вам советую заранее хотя бы какую-то часть денег снять наличные, пускай они у вас полежат дома под матрасом. Смотрим дальше. Трамп клянется, что если он Байден говорит, что когда он снова станет президентом, он будет работать с Грегом Эботом, чтобы закрыть границу. Однако вам не следует чувствовать себя комфортно, потому что они скоро отправятся домой. Я бы начала с того, что сказала бы конгрессмену от штата Техас Китуселфу. Доброе утро. Губернатор Кристи Ноэм уже заявила, что я отправлю войска национальной гвардии. Вы считаете, что Техас... Губернатор Кристи Ноэм, она губернатор штата Сауф-Дакота, Южная Дакота. Такая тетка классная, протрампистка, с ружьем все время ходит, с пистолетами на охоту ходит. Вообще, тетка просто огонь и красивая еще такая, как модель. Но она прямо конкретно консервативная, консервативная. Она отправляет уже свою национальную гвардию туда, в Техас. Техас открыт для этого, и что это не тот шаг, который нужно предпринять сейчас. Это будет зависеть от губернатора Эбота, но я думаю, что ситуация на границе достигла точки кипения. И вы видите, как губернаторы вмешиваются в то, что к границе приближается колонна дальнобойщиков. Американскому народу придется вмешаться в это дело. Я рад видеть, что 25 губернаторов поддерживают губернатора Эбота, и я думаю, что мы должны осознавать, что президент может федерализовать. Опять-таки, обратите внимание, 25 штатов, всего штатов 50. То есть, буквально, страна делится 50 на 50. Идеально для гражданской войны. И будет намного сложнее, если 25 губернаторов сосредоточат войска национальной гвардии. Мы направляемся к границе, чтобы поддержать Техас. Карин, Жан-Пьер спросили об этом, и она защищает своего босса президента Байдена. Но ее ответы все... Карин, Жан-Пьер, это вот этот кузя домовюночек, пресс-секретарь Байдена, такая кучерявная лесбиянка, негритянка. Вот это вот она. ...всегда интересный, похоже-похоже на реакцию газового освещения. Граница находится в безопасности. Мы работаем на границе. Госсекретарь Майоркес был осведомлен о проблемах там, внизу. Их цель состоит в том, чтобы обработать, а не остановить поток мигрантов через границу. Я был на границе три недели назад. И это именно то, чем занимается пограничный патруль. У них есть 72 часа, чтобы обработать нелегальных иммигрантов. Передать их Айс или некоммерческой организации для перемещения вглубь Соединенных Штатов. Они здесь не для того, чтобы остановить вторжение. Это совершенно ясно. То есть, извините, а нафига тогда вы там пограничники, то есть этот Border Patrol, патруль граничный, пограничники по-нашему, нафига вы там вообще стоите, чтобы взять этих нелегальных иммигрантов, посадить в автобусы за наш счет, им дают сразу же всем кредитную карту на 3000 долларов, дают сотовый телефон, дают чуть ли не сушил секьюрити номера и их отправляют вглубь страны. Я потом вам покажу видео, чуть дальше, где они лежат. Они уже в аэропортах у нас сидят. У нас уже в школах, в аэропортах, в госпиталях эти товарищи сидят. А нам уже будете на улице стоять, а в аэропорт, они будут в аэропорту жить, а вы будете на улице в Пахологине ждать свой рейс. Кто был на границе и видел видеозаписи. В какой-то момент, во время цунами месяц назад, на месте не было ни одного сотрудника пограничного патруля. Все они были в офисе, обрабатывая документы во время цунами. Давайте поговорим о колонне дальнобойщиков, о которой вы говорили минуту назад. Это называется «Верните нашу границу обратно». Он стартует в понедельник, но уже несколько раз. Сейчас он отправляется из Вирджиния-Бич в Техас, Аризону и Калифорнию. На веб-сайте это описывается как мирное собрание, призывающее всех свободолюбивых и законопослушных американцев принять в нем участие. Я видела, что вы разместили сообщение на Икс для повышения осведомленности. И минуту назад вы упомянули, что, как я понимаю, вы выступите с речью, как только они доберутся до Игл Пасс. Я также вижу, что это также пройдет через Юму в Калифорнии. 700 тысяч автомобилей. Таков прогноз. Ребята, которые только что подошли, если вы не были с нами, я буквально вот до этого ролика показывала ролик, как конвой дальнобойщиков едет в Техас. То есть они говорят, их где-то 700 тысяч. Вот они пишут, вот смотрите, написано 700 тысяч тракс. Мне как бы трудно поверить, что их 700 тысяч, что это не может быть столько много. Это как, может быть, 700? Но тем не менее, то есть огромный конвой едет в Техас. Вот если вот вы только подошли, вы не видели. Мы потом еще, может, посмотрим еще раз этот конвой. Дальше смотрим. Не сбиваться с пути. Здесь слишком много грузовиков. Люди, которые это организовали, это те же самые люди, которые ездили в Калифорнию вокруг Колумбия с дальнобойщиками. Я понимаю, что к вам присоединились канадские дальнобойщики. Эти люди намерены провести мирную демонстрацию, что с нас хватит. Американский народ был сыт по горло. Он требовал большего от администрации Байдена, чтобы она выполняла свою работу, соблюдала законы и обеспечивала безопасность нашей границы. 8 миллионов человек во время администрации Байдена. Это больше, чем население штата Огайо, и сейчас самое время восстать как американскому народу и потребовать, чтобы наш президент выполнял свою работу. Я надеюсь, что происходящее проходит мирно и организованно. Вы беспокоитесь о крупных передвижениях, подобных этому. Очевидно, что колонна канадских дальнобойщиков, о которой вы упомянули, в конечном итоге создала множество проблем и сбоев в цепочке поставок в бизнес-сети. Я хочу пригласить Кэрол Ротт. У нее есть к вам вопрос. Мне нравится тот факт, что люди встают и высказывают свое мнение мирно, но мы знаем, что в прошлом плохие актеры использовали подобные мероприятия и делали все возможное, чтобы выставить миролюбивых американцев в невыгодном свете. Она имеет в виду 6 января. Такая вероятность существует всегда. По мере того, как вы проводите эти мероприятия, вы узнаете... Поскольку я сегодня очень много насмотрелась этих версий, то есть некоторые уже говорят, что это такая же подстава, как 6 января. То есть они сейчас нас вызовут, скажут, давайте все патриоты, едьте туда, значит, к границе. Как они звали всех тогда? Поддержите Трампа. Все давайте придем в Белому дому, поддержим Трампа. Народ пришел, и некоторые до сих пор сидят в тюрьме после поддержки Трампа 6 января. Теперь они говорят, давайте все патриоты, идите на границу с Техасом, давайте все там патриотические дальнобойщики, едьте к границе с Техасом. И если уже... Вот она говорит, а не получится ли это, что потом эти дальнобойщики, эти патриоты попадут в такую ситуацию, как те, которые 6 января уже помогали, поддержали этого Трампа. То есть такая тоже версия ходит. Я вам сейчас озвучу все версии, которые есть. Не только, знаете, как вот идеальная была бы, все патриотически встали, собрались и пошли помогать Техасу. А Техас 3 года ничего не делал, запускал нелегалов, и вдруг в год, когда нужно на выборы идти, с Адденли, а в Блу побежали ставить забор. То есть не факт, что то, что происходит на границе, это сейчас не сделано для того, чтобы сорвать выборы Трампа. Смотрим дальше. ...эти о событиях, которые могли произойти в прошлом. Поэтому у них есть соответствующие меры, чтобы убедиться, что этого не произойдет. Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что это должно быть мирное движение американского народа, к которому должны присоединиться другие страны, если они захотят приехать. Это канадские дальнобойщики. Это немецкие фермеры. Это французский фермер. Это голландские фермеры. Это движение распространилось далеко за пределы Соединенных Штатов. Люди просто устали от чрезмерного давления федерального правительства и решили дать отпор. Сейчас самое время. Мы продолжаем судебное разбирательство в отношении министра внутренней безопасности Майоркаса. Что мы можем сказать по этому поводу, прежде чем мы уйдем? Что скажете по этому поводу вы? Так, если кто-то не знает, то Майоркас – это глава Homeland Security, то есть он глава вот этой вот миграционной службы. То есть он контролирует границы. Ну, как бы, может быть, глава погранцов, можно сказать, ну, или одна из его миссий, этого Майоркаса – глава погранцов, ну, отвечать за границу. Его пытались уже импичмент ему сделать, эти республиканцы пытались месяц назад. Но все демократы проголосовали против, да, одного. И часть республиканцев проголосовала вместе с демократами против того, чтобы импичнули Майоркаса. Это говорит о том, что часть республиканцев, они вообще сидят, видимо, на зарплате Сороса, называют себя республиканцами, а сами на самом деле демократы и голосуют так, как хотят демократы. И поэтому сейчас они хотят, Марджери Тейлор Грин, она предложила снова голосовать за снятие Майоркаса, ну, импичмент ему сделать с должности. Ну, посмотрим, получится им его снять или нет. На следующей неделе должно быть голосование. Он провалился из-за голосов республиканцев. Я думаю, мы попробуем еще раз в самом ближайшем будущем. Я думал, что мы собирались сделать это на прошлой неделе, Бетти думает, что мы были близки к этому. На этот раз я полностью ожидаю, что импичмент повлияет на него, и он будет привлечен к ответственности и передан в Сенат для реального судебного разбирательства. Так, ну, это, значит, была одна, как бы, ситуация. Немножечко я показала вам, что там происходит. Так, значит, смотрим дальше. Тут вот тоже есть очень интересный момент и показывает, опять про этот вот конвой. То есть люди тут меня спрашивают, почему тракеры поехали. Ну, вот тут, надеюсь, мы сможем услышать, почему они туда поехали. Перевел ли? Так, не перевел, сейчас переведем. Извините. Оно переводит обычно через какое-то короткое время. Переводит еще. Ладно, пока это переводит, давайте мы посмотрим пока другое. То, что я хотела вам, конечно, про этот конвой показать, это было интересно. Смотрим вот эту новость. Так, а почему тут не перевелось? Его собственного штата была снята. Они говорят, что ее нужно убрать. А губернатор Техаса, республиканец Грег Эбботт, говорит, что он этого не сделает. Администрация Байдена назначила ему завтрашний крайний срок, чтобы разрешить пограничному патрулю доступ в этот район. Он называется Шелби Парк. По сути, это потенциально может привести к конфронтации между федеральными агентами и Национальной гвардией Техаса. Самой большой ошибкой, которую могла бы совершить администрация Байдена, было бы противостояние... Так, сейчас я вам скажу, кто это. Вот этот вот человек, мужчина, да, классный мужик, он губернатор, лейтенант-губернатор, то есть он зам Аббота. И он такой прямо трампист, очень консервативный, и, в общем, как бы очень его уважают в Техасе. Он реально просто заместитель Аббота. Но это вот Лора Инграм, она работает на Fox News, она вела передачу свою, ведет сразу после Такеровской. Когда Такера уволили, теперь у нее там передача на этом месте. Но она как бы коллега была Такера. Тоже такая консервативная, очень приятная. Посмотрим дальше. Хранительным органам или нашим военным, нашей Национальной гвардии, на нашей границе, в этом парке, в то время как мы на самом деле выполняем работу, которую хочет американский народ. Так что если они придут и создадут ситуацию, о которой уже знает вся Америка, они ясно увидят, что демократы готовы противостоять государству, которое действует в соответствии с нашим конституционным правом защищать наш народ и эту страну. Я не думаю, что даже Байден совершит такую ошибку. Мы не стремимся к конфронтации. Мы хотим, чтобы они выполняли свою чертову работу и защищали жизни техасцев и американцев, а также границы в этой стране. И за каждого человека, умершего от передозировки фентанила, за каждого человека, убитого МС-13, за каждого сотрудника правоохранительных органов, который был ранен, погибли при исполнении служебных обязанностей, потому что эти люди пересекли границу, и это смерть на совести Джо Байдена и его администрации, его политики на границе. Они не должны приходить и вступать с нами в конфронтацию. Они должны просто позволить нам делать нашу работу. Это происходит, банда. Нация сплачивается вокруг Техаса. Техас объединяет страну так, как никогда раньше, против беззаконного режима Байдена и их невыполнения обязанностей на южной границе. Вы это слышали. Вы это слышали. Ничего из этого не произошло бы. А Байден просто выполнял свою чертову работу. Пока мы говорим демократы, а также республиканцы, Трамп, а также Роберт Кеннеди-младший. Мэры и губернаторы со всей страны объединяются вокруг усилий Техаса по обеспечению безопасности нашей границы и прекращению беззакония безумия, которое намеренно срежиссировано неуклюжей администрацией Байдена. И это буквально убивает Байдена. Байден политически истекает кровью из-за всего этого. То, что сейчас делают силы Техаса, должно быть выходит за рамки моральной правоты. Это должно быть один из самых блестящих политических шагов республиканцев, которые мы когда-либо видели, и он точно покажет вам, как и почему. Приветствую всех. Это прямая трансляция. Я уже на взводе, чувак. Я на взводе. Я ваш ведущий доктор Стив, ваш профессор-патриот, который здесь, чтобы помочь вам лучше мыслить, чтобы вы могли чувствовать себя лучше в эти сумасшедшие и неспокойные времена. Так что если вы еще этого не сделали, вы знаете, что делать. Не забудьте нажать на кнопку звонка и подписаться. Мы ведем прямые трансляции, как на YouTube, так и на Rumble. К сожалению, как многие из вас знают, наши суперчаты, в которых вы могли бы задать мне свои вопросы, были отключены на YouTube. И это потому, что большие технологии полностью демонизировали население. Это верно. Этот канал был полностью демонизирован. И все же вы, вы, мои дорогие друзья. Не демонизирован, а демонетизирован. Он говорит, что ему не платят деньги за эти видео. Мне тоже не платят, поэтому не забывайте, если кто-то хочет мне кинуть какой-нибудь донат, будет тоже приятно. Смотрим дальше. А что это он у нас стал на английском? Так, доктор Стив, не катит. Давай переводи нам на английский. Так, переводят. Сейчас, пока он переводит, давайте посмотрим то, которое я хотела вам про конвой показать. Так, сейчас, я потеряла его, где он тут был. Так, этот мы смотрели. Вот. Надеюсь, что перевело. Я не хочу на английском вам показывать. Ура! Ура! Так, давайте поставим начальник. Ура! Так, давайте поставим начальник. Ура! Объясните мне, почему не на русском. Так, это неправильно. Должно на русском. Сейчас я перезагружу. Это Яндекс должен переводить. Я хочу, чтобы вы, конечно, слушали на русском. Зачем вам на английском слушать? Вдруг кто-то не понимает. Так, переводим. В следующей неделе колонна дальнобойщиков собирается посетить нескольких населенных пунктов вдоль мега на мексиканской границы, чтобы привлечь внимание к тому, что критики называют слабой политикой иммиграционного контроля при президенте Джо Байдене. Республиканцы указывали пальцем на эту политику, объясняя ее ростом числа нелегальных пересечений границы. Ситуация обостряется в Техоте, где губернатор Грэг Эббетт, похоже, берет дело в свои руки. Несмотря на возможные столкновения с администрацией и Верховным судом США, ОБОК приказал Национальной гвардии штата установить заграждение из колючей проволоки вдоль участка границы вблизи Игл-Пас, направленной на то, чтобы остановить поток мигрантов. В ответ на эти события представитель штата Техас Кит-Селф объявил о проведении многодневной автоколонны дальнобойщиков, которая должна вернуться к нашей границе с 29 января по 3 февраля. Маршруты конвоев завершатся в Игл-Пас, штат Техас, Юма, штат Аризона и Сан-Исидро, Калифорния, черпая вдохновение в аналогичных протестных движениях в Канаде во время пандемии ковид, где водители грузовиков платились против строгих требований по вакцинации. Автоколонна США готова сделать мощное заявление. Стоит отметить, что в Канаде использование премьер-министром Джастином Трюдо закона о чрезвычайных ситуациях столкнулось с юридическими проблемами. И судья ранее на этой неделе, суд признал это незаконным. Ожидается, что группы дальнобойщиков из разных уголков страны соберутся в Сан-Исидро, штат Калифорния, Игл-Пас, штат Техас, и Юма, штат Аризона 3 февраля. Были определены места встречи и ожидается, что дальнобойщики приедут аж из Джексонвилла, штат Флорида, для участия в этих митингах. В листовке для конвоя «Верните нашу границу обратно» говорится, что администрация Байдена и федеральное правительство нарушают статью 4, раздел ИВ закона США. Конституции, ссылаясь на обязанность правительства защищать американцев от вторжений. Несмотря на то, что вице-президент Камала Харрис начала общенациональная турне борьбы за репродуктивные свободы с акцентом на обеспечение более широкого доступа к абортам. Экзит-пол, проведенный CBS News, пока... У нас тут война начинается на границе, а придурочная Камала Харрис поехала про аборты разговаривать. Это ж важнее, чем то, что там происходит на границе сейчас. Заводственные опасения избирателей связаны с кризисом нелегальной иммиграции вдоль южной границы страны и экономикой. Эти вопросы важнее того, что Белый дом вделяет особое внимание репродуктивным правам. В отчете говорится, что экономика и иммиграция являются главными проблемами для избирателей на праймерис в Нью-Гэмпшире. Это те же самые вопросы, которые были наиболее важны для республиканской партии Айовы. Иммиграция является движущей силой, особенно для избирателей Трампа. Этот сдвиг в приоритетах избирателей совпадает с результатами нового опроса, согласно которым бывший президент Дональд Трамп опередил президента Байдена на 7 пунктов. Опрос, проведенный онлайн среди 3,34 тысячных зарегистрированных избирателей, показал, что Трамп опережает Байдена на 48-41%. При этом 11% не определились. Результаты оказались за пределами допустимой погрешности, которая составила 1,8% пункта. Примечательно, что поддержка обоих кандидатов в значительной степени соответствовала партийной линии, 90% республиканцев поддержали Трампа, а 82% демократов Байдена. Независимость склонилась в пользу Трампа с перевесом в 43% против 36%, а 22% так и не определились. По мере развития политической ситуации мы будем продолжать информировать вас о последних новостях. Следите за названием своего канала, чтобы получать подробный анализ и прямые трансляции. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик уведомления, чтобы быть... Так, ну тут понятно все. Вы видели результаты опроса, да? Ну это просто цирк, потому что республиканцы голосуют за Трампа, но куча людей до сих пор голосуют за Байдена. Вот скажите, что у этих людей в голове? Это вообще нормальные люди. То есть 80% демократов до сих пор поддерживают Байдена, считают, что он отличный президент, а Трамп был ужасный. Ну это просто ужас. Это как людям мозги промыли. То есть мы потом удивляемся, что у нас в стране, которая на букву «У» называется, сошли с ума там все. А тут собственные демократы, которые считают, что политика Байдена классная. Миллионы мигрантов запускают. Прекрасно! Их же жалко, они же хорошие. А то, что свои люди на улице живут, это нормально. Так, этого мы попозже сделаем. Он тоже классно, интересно рассказал историю. Так, мы его послушаем. Так, это мне не надо. Тут было несколько... Так, мы посмотрим, если перевело или не перевело. Все это связано с колючей проволокой, установленной Техасом вдоль Рио Гранде и Иглпасс. Верховный суд постановил, что федеральные агенты могут возобновить перерезание этой проволоки. Но Техас сейчас удваивает расходы, добавляя еще больше проволоки. Вэлли Брэдли в прямом эфире восьмого выпуска новостей. До крайнего срока подачи заявок осталось всего несколько часов. Да, вы прямо здесь, Николь. Итак, Министерство внутренних дел штата Техас снова держит... Так, здесь плохой перевод. Тут не имеется в виду, что крайний срок подачи заявок. Это крайний срок ультиматума, когда Байден сказал, что до такого-то времени, это был ровно один час дня, ну, по техасскому времени, вы должны уйти и освободить место для федеральных войск. Ну, вот журналисты туда пришли посмотреть, что будет. Уйдут, ну, начнется военный... Потому что народ сегодня ожидал, что вообще военные действия начнутся. ...от получить полный доступ к этому парку в Игл-Пас к концу сегодняшнего дня. И когда мы проведем вас туда в прямом эфире, вы увидите, что Техас не предпринимает никаких действий здесь. Вы можете видеть, что войска национальной гвардии все еще блокируют входы в общественный парк вон там. То есть они не ушли никуда. Да. Да. Это было несколько недель назад. И прямо сейчас Техас пользуется поддержкой 25 губернаторов по всей стране. Половина страны поддерживает здешнего губернатора. Это губернатор Северной Дакоты Кристи Ноэм. Она только что прибыла в Игл-Пас. Прямо сейчас она собирается совершить морскую прогулку с техасской полицией и техасскими военными. Сегодня она также будет сопровождать вице-губернатора Техаса Дэна Патрика. И повторяю, штат не планирует отступать. Посмотрите, что генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон написал в Твиттере сегодня утром. Вот это изображение, на котором написано «Приди и забери это». Мы узнали, что Техас действительно планирует расширить свои усилия. Они реализуют многоэтапный план по размещению колючей проволоки еще как минимум на 6 миль за пределами двух, которые в настоящее время укреплены в Игл-Пас. Согласно источникам, Шелби-Парк был первым этапом этого плана. Теперь, когда приближается сегодняшний крайний срок, мы дважды обращались в Министерство внутренних дел. Мы пытались получить от них ответы на вопросы о том, с какими последствиями может столкнуться Техас, если они не позволят федерам проникнуть в Шелби-Парк. Ну что же, мы не получили от них ответа. Но представитель штата Техас Кит Селл говорит нам, что губернатор Эбботт находится в пределах своих полномочий. Права на защиту этой границы. Это конституционное противостояние. Техас имеет право отразить вторжение, если администрация Байдена потерпит неудачу, что они с треском провалили. Хорошо, и так мы действительно связались с представителем штата Техас Хоакином Кастро. Он выступил против действия Эббота здесь. Он частично говорит нам, цитируя, что операция «Одинокая звезда» впустую потратила миллиарды долларов налогоплательщиков, не оказав существенного влияния на миграцию. Губернатор Эбботт пытается затеять ссору с президентом Байденом, чтобы набрать политические очки, и он злоупотребляет имеющимися в его распоряжении ресурсами национальной гвардии. Губернатор Южной Каролины только что опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что они намерены продолжать отправлять войска национальной гвардии в Техас. Они отправляют войска в Техас уже много лет. То же самое происходит и в других штатах. Так что все эти губернаторы, конечно же, присоединяются к губернатору Эботу и поддерживают его. И что мы можем вам сказать, так это то, что этот крайний срок истекает сегодня в конце дня. Николь, мы не знаем, что произойдет дальше. Мы все сидим здесь и ждем, что будет дальше, потому что в письме Министерства внутренних дел говорится только одно. Если вы не собираетесь предоставлять нам доступ, сообщите нам, какие районы будут заблокированы. Итак, мы не знаем, что произойдет сегодня в полночь. Мне придется подождать и посмотреть, что произойдет. Брэдли, спасибо вам. Спасибо вам за то, что посмотрели. Зайдите на сайт NewsNation прямо сейчас, и не забудьте нажать кнопку «Подписаться» ниже, чтобы получать объективное освещение событий, основанное на фактах. Так, ну это мы посмотрели. Значит, смотрите, это был момент, когда они просто стояли и ждали, что будет. То есть появятся войска Байдена или нет. Народка не переживала очень сильно за это. Так, сейчас мы посмотрим, как бы продолжение должно было быть. Они сделали следующее видео после этого. Так, ну вот 57 минут назад, апдейт есть. Посмотрим, что новенького. Сейчас переведем. Подождем, она пока переводит. То есть они сейчас там, они туда приехали, и они, значит, ждут, хотят посмотреть, что там произойдет. Ну, как бы пока мы не видим никаких новостей насчет того. А вот это посмотрите, вы сейчас упадете. Ребята, когда мы, значит, я закончу запись, я это видео выложу. Так, я надеюсь, оно перевелось. Я это видео выложу потом как, ну просто как видео. Обязательно заширьте его, покажите его другим. Посмотрите, что творится. Вот это вот видео я сегодня увидела, я просто была вообще в шоке. Значит, сейчас смотрим. Гляньте, что происходит в нашей стране. Ну, в американской, скажем так, стране. Смотрим. Здесь сейчас больше людей, чем было раньше. Это аэропорт. Весь занавес на протяжении 100 ярдов заполнен людьми, и они на самом деле тоже выходят сюда. С каждым днем автобусы загружаются все больше и больше, и в этом районе сотни мест переполнены. С каждым днем они становятся все более переполненными, погода становится все хуже, и конца этому не видно, потому что демократы приглашают к этому еще больше людей. Как дела, братан? Снова мой мальчик. Извини. Это первый парень, который появляется в фильме в первый раз. Да, я включил вас в этот фильм, потому что он сказал, что моя мама должна проглотить меня. И вы попадаете в кадр, потому что находитесь на публике. В Венесуэла они действительно это сделали. Так что вся эта история, весь этот черный занавес, забитый нелегалами до отказа, захватила весь автовокзал. Кто сказал, что никаких фотографий? Слушайте, ну этот переводчик яндовский, надо этот переводчик переводить, потому что это не автовокзал, это аэропорт. Вы в Америке. Весь этот автовокзал был захвачен нелегалами, потому что их пригласил Джо Байден. Но теперь у них даже нет места здесь, сзади. За этим черным занавесом их сотни. Теперь им приходится выносить кровати сюда, чтобы американские граждане больше не могли здесь даже сидеть. У вас здесь будет еще больше кроватей. Таким образом, американские граждане стоят здесь на пронизывающем холоде, потому что они не хотят сюда заходить. И 2 февраля все это будет захвачено, куда не смогут попасть средства массовой информации. Граждане не смогут войти. Здесь будет разрешено находиться только нелегальным иммигрантам. Это Америка Джо Байдена. Это демократы Америки. Пожалуйста, держитесь подальше от занавеса. Пожалуйста, держитесь подальше. Не прикасайтесь к нему. Я рядовой. Ребята, здесь все строго конфиденциально. Здесь все конфиденциально. Вот так вот. Так что если я войду туда, я нарушу закон. Но если вы незаконно въедете в нашу страну, это нормально. И еще. Это Венесуэла. Я из Венесуэлы. Нет. Это никуда не годится. Входите. Венесуэльские военные? Ничего себе. Военные из Венесуэлы. Я вижу. Вот и он. Ну что, и учить не надо, как воевать. Уже готовый пришел. Военный был в Венесуэле. Уже он и стрелять умеет, и все. То есть спичку брось. И те, которые демократы... Ну, они же не на стороне республиканцев будут. Понимаете? Они будут на стороне тех, кто их принимает, кто им дает документы, кто их выхаживает, денег им дает кучу. Они будут на их стороне. И вот эти товарищи молодые, без детей, мужчины, и уже умеющие воевать, и прошедшие подготовку военную. Шикарно. То, что нам и надо. На самом деле вы не можете разглядеть, что там сзади, но все это просто ловится один за другим. Это все целиком, вплоть до самого низа. Ну, видно, что там кровати стоят, смотрите. Он говорит, заполнено все кроватьями. А также неправительственные организации, которые ими руководят. Мне это просто нравится. Мне нравится количество вывесок. Держитесь подальше от занавесок. Взгляните на это. Посмотрите на количество знаков. Было бы здорово, если бы у нас на границе были такие же знаки. Это просто безумие какое-то. Ребята, вы совершенно сошли с ума. Понятно, да? Продолжение следует...